Ульяновская область 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 Ульяновской 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 область Представлены ресурсы, связанные с интернетом. Сегодня мы видим сильные стороны этого направления. Мы видим, что они конкурируют, в том числе и с рядом федеральных источников новостных, которые на сегодняшний день пользуются жителям Ульяновской области. Основное направление, на котором предстоит работать, это все, что связано с телевидением. Мы сейчас переходим в новый этап развития телевидения. Главная задача, чтобы Ульяновское телевидение появилось в цифровом формате, что даст возможность жителям региона, проживающим в сельской местности, в крупных городах, получать достоверную информацию о том, что происходит сегодня. Здесь у нас, в Ульяновской области. Конечно, есть ряд и таких интересных направлений, как социальные сети, которые сегодня тоже, по сути, являются неформально медиаструктурами, с учетом того, что огромное количество жителей региона пользуются информацией именно из социальных сетей. Это группы, это основные социальные сети, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. И это один из контентов, который, на мой взгляд, необходимо развивать. Потому что это быстрый и недорогой способ информирования жителей региона о тех тенденциях, которые происходят в регионе. Кроме того, активно сейчас начали развиваться. Мы видим такие ресурсы, как мессенджеры, соответственно, и телеграм-канал, и использование таких ресурсов, как вайбер, ватсап. Соответственно, тоже позволяет формировать новостной контент и адресно доводить до тех групп, которым интересна эта информация. Павел Сергеевич, наметившийся курс на то, что чиновники присутствуют в соцсетях, уже не изменить. Скажите, как у вас обстоят дела с соцсетями лично? Лично у меня дела обстоят неплохо, я считаю, с учетом того, что я активно веду несколько аккаунтов в соцсетях. Это Facebook, Twitter, Instagram, где также стараюсь доносить максимально информацию, отраслевую тематику и то, что происходит у нас в регионе. Но могу сказать, знаете, здесь тоже неоднозначная ситуация. Конечно, чиновники должны быть доступны, должны быть в соцсетях. Главное, тот контент, который сегодня подается, не нужно путать личное с рабочим. И если мы говорим о ведении социальных сетей государственными служащими, в первую очередь мы должны придерживаться тех принципов, которые сегодня определены законом, которым каждый государственный служащий должен следовать и выполнять этот закон. Павел Сергеевич, Вы обозначили много вопросов, которые готовы решать и развивать, придя в новую должность. Мы знаем, что у Вас был предварительный разговор с Сергеем Ивановичем. Скажите, какие вопросы были обозначены им как вопросы для приоритетного решения? Во-первых, хотелось бы сказать, что действительно с Сергеем Ивановичем был предварительный разговор. По его поручению я уже встретился с рядом экспертов и в Москве. Здесь мы проговорили основные направления вообще развития сегодняшний день информационных технологий. И могу сказать, что буквально и сегодня мы с коллегами обсуждали такую концепцию, стратегию развития информационного пространства. Все, что связано с правительством Ульяновской области и администрацией губернатора. Мы за выходные дни подготовим свои предложения, внесем их на рассмотрение главы региона. И при их утверждении, соответственно, начнем реализовывать эту стратегию, которая охватывает фактически все те способы передачи информации, о которых я говорил ранее. Но основная задача, которую поставил губернатор, о том, что сегодня мы все-таки должны быть более человечными. Сегодня мы должны быть более открытыми перед обществом, рассказывать открыто о тех тенденциях, которые сегодня происходят в регионе. К сожалению, не всегда удается где-то быстро влиять на ситуацию. Поэтому мы честно должны об этом говорить, рассказывать людям о том, как будут проводиться ремонты тех же больниц, школ, садиков, дорог. Как будут решаться вопросы, связанные с социальными обязательствами, которые сегодня есть перед правительством Ульяновской области. Могу сказать, что главная задача, честно скажу, хочется, чтобы средства массовой информации стали добрее. С учетом того, что когда, к сожалению, листаем наше информационное пространство, в топе выходит больше негатива. Кого-то убили, кто-то подрался, условно, какой-то нерадивый чиновник, допустим, совершил какую-то ошибку, в результате и себя подставил, и целую отрасль. Поэтому максимально честно нужно об этом говорить. В любой отрасли есть проблемы. И наша главная задача с точки зрения доведения информации, информировать в том числе о том, как эти проблемы решаются. Вот максимально честно, открыто, еще раз хочу подчеркнуть, и максимально оперативно. Я услышал в вашем ответе цели, которые вы обозначили с губернатором. Скажите, пожалуйста, хватит ли, Павел Сергеевич, министерских бюджетов на реализацию этих целей? Знаете, вообще, если говорить о бюджетах, то я глубоко уверен, что каждая отрасль, конечно, должна выделять ресурсы на том, что рассказывать о том, что сделано. Потому что здесь разные варианты, но если говорим, допустим, про источники информации, на какие-то источники фактически ресурсов не нужно. Если мы говорим о социальных сетях, то просто своевременное предоставление информации, полная информация позволяет, соответственно, информировать, в том числе средства массовой информации, журналистское сообщество, о том, что сделано, о том, откуда можно взять эту информацию и, соответственно, дальше уже транслировать в формате любого медиа. Конечно, если говорим о печатных изданиях, то сегодня мы видим проблемы, которые есть. Люди стали меньше подписываться, с учетом того, что интернет все больше входит в нашу жизнь. Гораздо проще открыть интернет, два раза кликнуть и фактически прочитать всю ленту новостей. Но, тем не менее, огромное количество людей, которые живут в сельской территории, продолжают пользоваться средствами массовой информации. Это и районные газеты, это и традиционные издания, которые есть у нас в области. Конечно, мы посмотрели, на сегодняшний день пользуются в том числе большим спросом такие издания, которые раздаются просто бесплатно, для того, чтобы жители области имели представление, имели возможность получить эту информацию. Поэтому, несомненно, бюджеты нужны, но бюджеты нужны разумные, и расходоваться средства должны только с точки зрения того, какой эффект это дает региону, какую пользу это приносит каждому жителю региона. Мы говорим о том, что сделано в области, о том, как это влияет на уровень жизни в нашем регионе, о том, как это влияет на наши взаимоотношения с федеральными ведомствами. Вот, несомненно, ресурсы на эти нужны, но еще раз хочу подчеркнуть, что ресурсы эти должны расходоваться максимально эффективно. Бюджеты на печатные СМИ падают, тиражи, как вы сказали, тоже. Скажите, в контексте государственных печатных СМИ, каким вы видите развитие? В контексте государственных печатных СМИ мы все-таки видим развитие по двум направлениям. Несомненно, это продолжение выпуска подписных изданий, наполнение их контентом той информацией, которую не просто можно взять в интернете, а аналитика, интересное интервью. Именно этим, на мой взгляд, должны наполняться наши государственные СМИ с точки зрения предоставления информации жителям региона. Кроме того, мы сейчас рассматриваем вопросы, в том числе по выпуску дополнительных изданий, которые также будут распространяться в районах, в городе Ульяновске. Поэтому, в том числе, и эти предложения войдут в ту концепцию развития региональных СМИ, которая на сегодняшний день разрабатывается. Павел Сергеевич, в идеале СМИ – это всегда проверенная, достоверная информация. Чего нельзя сказать о информации, которую мы черпаем из интернета, соцсети, блогеры? Как Вы считаете, насколько необходима потребителю правдивая информация? Я считаю, что информация должна быть правдивой, потому что, если мы видоизменяем информацию, соответственно, подаем ее в формате, который привлекает интерес людей, а информация неправдивая, это порождает дополнительные домыслы, слухи, и тем самым негативно влияет в целом на ситуацию в регионе. Но здесь, могу сказать так, это в первую очередь работа совместной и представителей информационного блока правительства, и журналистского сообщества. Об этом нужно честно говорить и давать оценку тому, что подается неправдиво говорить о конкретных вещах, говорить о правдивой информации. И следующее, несомненно, в том числе это предмет работы с коллегами, которые надзирают за средствами массовой информации, осуществляют надзорную деятельность в части исполнения законодательства о средствах массовой информации, соответственно, и у качества предоставляемой информации. Поэтому однозначная информация должна быть честной, однозначно, если идет какая-то дезинформация, мы должны на это реагировать и тем самым совместно, еще раз хочу подчеркнуть, журналистским сообществом договориться о том, чтобы действительно была только правда. Павел Сергеевич, а из каких СМИ, я имею в виду формат, вы сами черпаете информацию? Я больше пользуюсь электронными средствами массовой информации, соответственно, это те источники, которые есть у нас в регионе. Мы, федеральные источники, активно пользуюсь таким ресурсом, как медиаметрикс, который позволяет видеть определенную револентность новостей региональных, федеральных, в том числе пользуюсь и цифровыми каналами, я имею в виду, если говорить о телевидении. В основном это федеральные новости, потому как делать это возможно только рано утром, либо поздно вечером, когда прихожу домой, но тем не менее, вот такие источники информации, основные, которые на сегодняшний день есть. В том числе соцсети, конечно. Соцсети, это сегодня, еще раз хочу подчеркнуть, быстрый способ доведения, оперативного доведения информации до всех пользователей соцсетей. А у нас в регионе на сегодняшний день, по разным данным, порядка 300-400 тысяч пользователей, которые сегодня присутствуют в интернет-пространстве. Телевизор совсем не смотрите? Телевизор, честно скажу, что телевизор, если смотрю выходные дни, то в основном пользуюсь интернет-ресурсами, такие как YouTube, домашние кинотеатры, условные и так далее. Какой сериал вы смотрели? Нет, сериал, честно скажу, сериал не смотрел. Фильм, который из последних, время первых, к сожалению, не удалось посмотреть в кинотеатре, но он сейчас вышел уже в электронном формате. Это один из последних фильмов, который посмотрел. Вы успеваете в вашем бешеном ритме подержать газеты в руках? Газеты, скажу так, еще раз, больше в электронном формате, вот именно на бумажном носителе газеты приходится достаточно редко читать. Понятно. Ну что ж, уважаемые посетители информационного портала управда.ру, сегодня у нас в студии был Павел Сергеевич Дегтярь, назначенный на пост заместителя губернатора Ульяновской области по информационной политике. До новых встреч на управда.ру. Субтитры создавал DimaTorzok